Новый председатель Одесской областной государственной администрации Максим Куцый рассказал о приоритетных направлениях, которые планируют развивать в области. Глава области отметил, что готов к диалогу и позитивному сотрудничеству с жителями области. Максим Куцый сообщил, что планирует сосредоточиться на социальной поддержке населения, инфраструктурных проектах и экономическом развитии региона, а также сфере туризма. Глава ОГО сообщил, что уделит особое внимание ремонту дорог области, в том числе и дорог местного значения. Мы сейчас разрабатываем приоритетную карту реконструкции и строительства дорог. По поводу выделенного бюджета могу сказать, что в этом году планируется выделение бюджетных средств в размере 900 миллионов гривен. Также планируется быстро достроить мост через Сухой Лиман. Точных дат Максим Куцый не называл, добавил лишь, что при достаточном финансировании работы завершат в короткие сроки. Также председатель ОГО планирует до конца текущего года открыть паромные переправы Орловка и Сакча между Украиной и Румынией. Что касается сферы туризма, глава области заявил, что ожидает поддержки активистов и инициативы местных жителей. Глава ОГО сообщил, что продолжит строительство новых школ, детских садов и спортивных площадок в рамках программы Кабмина. Максим Куцый также прокомментировал ход процесса децентрализации в области. Процесс все еще идет. На данный момент создание объединенных территориальных громад происходит в свободном добровольном порядке. Постоянно ведется работа в каждом районе области относительно процесса децентрализации. К сожалению, Одесса находится на одном из последних мест среди всех областей Украины по скорости реализации децентрализации. Максим Куцый рассказал, что сейчас ведется активная работа над бюджетом на 2020 год, который постарается сделать сбалансированным и учесть все потребности области. Однако конкретные цифры пока не называл. Конечно, на всех, в всех аспектах, на жаль, в этом году мы не будем иметь 100% денег для реализации всех наших амбитных планов и поддержки всех проектов. Но я вас уверяю, что он будет максимально сбалансованный, максимально направлен на увеличение уровня жизни человека. Глава ОГА ответил на вопрос о своем отношении к закону о декоммунизации в связи с недавним демонтажем барельефа маршалу Жукову. По его словам, закон есть закон, и будут выписываться предписания на демонтаж тех объектов, которые должны быть демонтированы. Председатель ОГА рассказал и о сотрудничестве с городской властью. Вернее, о попытках сотрудничества. Относительно моего знакомства с господином Трухановым, оно все еще не состоялось. Я уже два раза через его помощников и заместителей предлагал ему выйти на контакт. Но Геннадий Леонидович пока не реагирует на мои предложения. По какой причине городской глава пока избегает встречи с главой области, пока неизвестно.